Всем привет, друзья! Путешествия у нас с вами были относительно недавно. Кто еще не видел обзор Коростышева и ролик про то, как цвету Сакуры в Ужгороде и Мукачево, обязательно посмотрите. Ну а сегодня у нас с вами рейтинг. Поговорим об экологии, узнаем, какие города являются самыми чистыми, а какие самыми грязными в Украине по состоянию на 2021 год. Каждому зрителю моего канала паримач дарит 2500 гривен. Не забываем ссылочку на денежный бонус в закрепленном комментарии. И, кстати, в своем телеграме паримач разыгрывают кучу полезных девайсов, среди которых PlayStation 5, самая дефицитная консоль этого тысячелетия. Для участия нужно подписаться на канал и ждать результатов розыгрыша. Все просто. Ссылка на канал паримач в описании. Сегодняшний рейтинг это не просто что-то там с потолка. Он основан на данных, на официальных данных Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, которая по итогам прошлого года опубликовала документ о загрязнении окружающей среды на территории Украины. Этот документ выглядит вот так, и в нем проанализированы данные 39 украинских городов, в которых велись регулярные наблюдения. В этот список вошли города, где расположены крупные предприятия металлургии, химии и нефтехимии, топливно-энергетического комплекса, а также те, которые имеют значительный парк передвижных источников. Ссылку на этот документ я тоже оставлю в закрепленном комментарии. Там вы сможете конкретно и подробно ознакомиться с тем, в каком городе содержание каких веществ превышено относительно нормы и все в этом духе. Если вам интересно покопать эту тему поглубже, welcome. Итак, пойдем мы с вами от самых грязных городов к самым чистым и самым экологически неблагополучным городом Украины является Мариуполь. Экологию Мариуполя мы с женой успели оценить осенью прошлого года, когда снимали ролик про этот город. Друзья мои, это просто жесть. Вы знаете, сам Мариуполь довольно благоустроенный и приятный город, даже мой ролик о нем называется Мариуполь, возможно, самый развитый город Украины. Но сегодня речь не об этом. Экологическая обстановка там – это тихий ужас. И я, честно, не завидую людям, которые живут в Мариуполе. Кстати, давайте сделаем перекличку в комментариях, такую вот, как мы обычно проводим на наших стримах. Напишите, из какого вы города. 38 место Каменское. Экологию Каменского мы тоже успели оценить, особенно впечатлил дым такого, знаете, ржавого цвета, который валил из трубы – это оксид азота. Более того, по личным ощущениям, именно в Каменском дышалось хуже всего. Металлический привкус вас сопровождает везде, куда бы вы ни пошли. В общем, Каменское – второе место с конца по экологии в Украине. 37 место Одесса. А вот это, честно говоря, нежданчик. Я всегда думал, что в Одессе с экологией несколько получше. Но данные исследования говорят обратное. Не в пользу Одессы, говорят, большая загруженность на дорогах, работа порта, открытая перевалка сыпучих грузов, что является источником пыли и многое другое. 36 место Днепр. Еще один крупный промышленный центр. В Днепре мы тоже были, причем дважды. Вообще, ролики о большинстве городов в сегодняшнем рейтинге вы без труда сможете найти на моем канале. Днепросталь, ДМЗ, ТЭС, Днепрводоканал – все это не проходит для города бесследно. Также экологи говорят о плохом состоянии Днепра, в смысле реки. В 2017 году именно Днепр был признан самым грязным городом Украины. Я сомневаюсь, что выбросов в Днепре стало меньше. Скорее, их стало больше в некоторых других городах Украины. 35 место Кривой Рог. В Кривом Роге я еще не был, хотя часто зовут. Друзья, мы обязательно посетим ваш город, но есть ряд факторов, влияющих на то, когда и куда мы едем. Например, на следующей неделе мы планируем отправиться в новую поездку и снять для вас три города Украины. И направление этой поездки мы выбрали, исходя наших личных дел. Ну вот так получилось в этот раз. Что это за города, уже знают патроны моего канала. Этот ролик выходит при поддержке патронов моего канала. Попасть в этот почетный список можете и вы. Поддержите канал, получите доступ к закрытым материалам и попадайте в каждый ролик. Ссылка на патреон в описании. Теперь пара слов о Кривом Роге. Красное небо в этом городе тоже не редкость. Читал информацию в интернете. Комментировать здесь на самом деле особо нечего. Промышленный город есть промышленный город. Увы. 34 место Киев. Сейчас наверняка выскочат защитники Кличко, которые радуются паркам с пластиковыми фонарями. Но я как человек, живущий в Киеве, не понимаю, как можно радоваться этой обертке, когда начинка для вас и ваших детей. Шестое место с конца в стране по экологии. Загазованность города, БСА, мусоросжигательный завод «Энергия». Обо всех этих проблемах я уже неоднократно говорил в своих роликах. Идем дальше. 33 место Николаев. Николаев – это работа машиностроительных и судостроительных заводов. Они ведь работают? Напишите в комментариях. Кроме того, важными источниками загрязнения являются Югцемент, Николаевское линейное управление магистральных газопроводов и Николаевгаз. 32 место Херсон. Николаев и Херсон во многих рейтингах находятся рядышком. Завод «Микрон», судостроительный, машиностроительный и прочие заводы вредных производств в городе хватает. В прошлом году люди даже выходили на улицы против одного из них. В общем, в Херсоне тоже все не слишком хорошо с воздухом. 31 место Черкассы. Неожиданно видеть Черкассы на таком месте. Сам по себе город зеленый. И на первый взгляд кажется, что там вообще все ок с экологией. Но на самом деле заводов в городе более чем хватает. По сравнению с показателями прошлого года, уровень загрязнения окружающей среды в Черкассах вырос. Посмотреть, в каких городах он еще вырос, а в каких, наоборот, он стал ниже, вы можете по ссылке, которую я тоже оставлю в закрепленном комментарии. Очень много у нас сегодня полезных ссылок. 30 место Запорожье. А вот это нежданчик, если честно. Лично я ожидал увидеть Запорожье на одном из первых мест с конца. Помню, как мы с женой после съемок этого города пришли в номер своего отеля, вышли на балкон, а там с утра за световой день накопился нормальный такой слой пыли. От местных жителей мы узнали, что фильтры на заводах включают только, когда приезжает проверка. Все остальное время выбросами дышат, собственно говоря, люди. В общем, то, что Запорожье только 30 место, лично я удивлен. 29 место занимает Кременчуг. Кременчуг – это еще один город, наряду с Черкассами, где экологическая обстановка по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Город загрязняет сталелитейный завод, который нуждается в фильтрах автокрас, кондитерская фабрика и завод Ампер. Представитель исполкома Василий Чурсин отмечает, что ночью в городе дышать очень трудно, особенно на молодежном и в районе табачной фабрики. 28 место – Краматорск. Как пишут СМИ, воздух в этом городе стал прозрачнее с той точки зрения, что в городе установили несколько систем мониторинга, но при этом он не стал чище. В Краматорске много промышленных предприятий, в воздухе превышено содержание пыли, оксида углерода, диоксидов серы и азота, фенола, фторида водорода, формальдегида, а также нескольких тяжелых металлов. Но при всей этой таблице Менделеева замечу, что Краматорск все равно занимает место выше Киева в этой таблице. 27 место – Винница. Оказывается, вот оно как. Один из самых распиаренных украинских городов, лишь 27 место. Основной источник загрязнения в области – это Лодыжинская ТЭС и коммунальные предприятия, а в самом городе, если честно, я информацию не нашел. Но есть подозрения, что это химический завод. Кто из Винницы – напишите в комментариях. 26 место – Львов. Во Львове тоже хватает источников загрязнения – это и ТЭЦ, и украинская мебельная компания, и львовский изоляторный завод, и нефтемаслозавод, и искра, плюс автомобильные выбросы. В общем, ситуация не такая критичная, конечно, как в промышленных городах, но относительно неблагополучная. 25 место – Луск. В Луске совсем немного ситуация лучше, чем во Львове, хотя в городе есть превышение по фенолу. А наибольшую проблему доставляет биотопливно-энергетическая компания, сокращенно биотек. Жители города жалуются на невыносимые условия жизни и труда, ужасный смрад досаждая жителям Луцка и соседних сел. Сообщается, что в последнее время ситуация ухудшилась. Вы знаете, похоже, что есть повод несколько скорректировать наши оценки. Для тех, кто впервые на моем канале, кто не знает, мы с женой путешествуем по городам Украины, снимаем их и оцениваем по 12 туристическим критериям. И вот там у нас есть такой критерий, как экология. В ближайшее время мне, видимо, придется исправить оценки. Обновленную турнирную таблицу вы сможете увидеть в моем патреоне, как всегда, она открыта для всех. Ссылка находится в закрепленном комментарии, там же, где и бонус от париматч. Итак, мы с вами рассмотрели самые экологически грязные города Украины. Про них больше всего есть что сказать, сам понимаете, потому что там, где все хорошо и говорить особо нечего. Там просто все хорошо. Теперь, чтобы не затягивать ролик, я предлагаю сделать таким макаром. Я условно поделил все 39 городов на несколько групп. В первую группу вошли Мариуполь, Каменское, Одесса, Днепр и Кривой Рог. Это города, в которых общий показатель загрязнения атмосферного воздуха от 10 и выше. Это критический показатель. Ко второй группе я отнес города с высоким уровнем загрязнения. Киев, Николаев, Херсон, Черкассы, Запорожье и Кременчуг. У этих городов показатели от 7 до 10 баллов. Что вы понимали, согласно данным обсерватории, все, что выше 7, это зашкал. Далее небольшая группа городов с повышенным уровнем загрязнения. Это Краматорск, Винница, Львов и Луцк. Где-то на рубеже нормального и повышенного уровня загрязнения находятся три города. Суммы, Рубежное и Ровно. Честно говоря, не знаю, почему именно Рубежное мониторят, но вот этот город попал в рейтинг. Ну а теперь хорошисты. Как по данным геофизической обсерватории, так и в нашем проекте. Потому что я верю этим данным и опираться в выставление оценок по экологии я буду на них. В группу городов с нормальной экологической обстановкой входят Лесичанск, Славянск, Ужгород, Хмельницкий, Северодонецк, Полтава и Кропивницкий. В принципе, здесь сюрпризов для меня почти не оказалось, кроме городов Луганской области. Я всегда думал, что там такая же беда, как в Мариуполе или Каменском. Наконец, группа лидеров города с отличной экологической обстановкой. Открывает ее Тернополь. У него показатель 4 балла ровно. Столько же в Житомире и Белой Церкви. Интересно, что Житомиру я, насколько помню, ставил то ли тройку или даже двойку за экологию. Во-первых, опираясь на старые рейтинги. А во-вторых, почитав статью про повышенный радиационный фон. Про него, кстати, в докладе обсерватории тоже написано. Почитайте, кому интересно. В Житомире вроде бы все ок. В общем, этот город приятно удивил, но еще лучше экологическая обстановка в следующих городах. Обухов, Чернигов, Украинка, Бровары, Александрия, Ивано-Франковск, Черновцы и Харьков. Прежде всего, хочется отметить Бровары, которые находятся под Киевом. А Киев, напомню, в числе самых ужасных по экологии городов Украины. А еще хочется отметить Харьков, который, будучи мегаполисом, имеет отличные показатели. Это прям респект. Но и это еще не все, друзья мои. Как есть задачки со звездочкой, так есть и города, которым можно смело ставить 5 с плюсом за экологическую обстановку. Я не буду долго тянуть торжественный момент, вставлять барабанную дробь или уходить на рекламу. Просто хочу от души поздравить Светловодск, Измаил и Горишни-Плавни. Это три города, у которых уровень загрязнения минимальный. Особенно Горишни-Плавни 1 и 4. Это просто какая-то фантастика. Интересно, что Светловодск и Горишни-Плавни на карте находятся по левую и правую руку от Кременчуга. Где, как мы помним, экология так себе. Но Днепр и ландшафтные заповедники, которые находятся рядом, делают чудеса. Также хочу отметить, что почему-то обсерватория не мониторила ситуацию в Мукачево и Еремче. А эти города всегда в топе лучших по экологии. Поэтому про них тоже необходимо сказать. Да, быть может, лучшие города по экологии не равно самые интересные с туристической точки зрения. Зато жить там, по крайней мере, не вредно. Есть повод задуматься как рядовым гражданам Украины, так и тем, от решений которых зависит экологическая обстановка в наших городах. Друзья мои, поддержите этот ролик большим пальцем вверх, черкните несколько слов в комментариях. Я думаю, что вам есть что сказать по теме видео. И подписывайтесь на канал, конечно же, если вы вдруг этого еще не сделали. На этом все. Всем спасибо и пока.